Добрый день. Прошлого года он составил 29,5 миллиардов долларов, снизившись на 17%. Среди других тем – борьба с пандемией, полное восстановление транспортного сообщения. Последнее особенно актуально для бизнесменов двух стран. Главы государств наверняка обсудят и международную проблематику, тем более, что последние дни выдались информационно насыщенными. Ожидается, что Александр Лукашенко и Владимир Путин встретятся в Кремле во второй половине дня. Мы следим за подробностями переговоров президентов в Москве. Ну а тем временем четверым задержанным по делу о подготовке госпереворота в Белоруссии и покушении на президента Александра Лукашенко предъявлены обвинения. Все подозреваемые проходят по статье «Заговор» с целью захвата власти неконституционным путем. По информации КГБ, оперативно-розыскные мероприятия велись на протяжении полугода. Все задержанные сотрудничают со следствием и дают признательные показания. Один из подозреваемых, юрист Юрий Зинкович, имеет двойное гражданство США и Белоруссии, полностью признал вину. Он, как и другой фигурант дела, политолог Александр Федута, задержан в Москве. Спецоперацию провели совместно с российским ФСБ. Громкое дело в США, за которым следил весь мир, присяжные в Миннеаполисе признали бывшего полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Ему грозит до 40 лет тюрьмы. Решение присяжных офицер выслушал в присутствии своего адвоката. Поддержать бывшего полицейского не пришли даже его родственники. Во время оглашения приговора во многих городах Америки мобилизовали национальную гвардию и даже ввели чрезвычайное положение в ожидании возможных беспорядков. Но само здание суда превратили в неприступную крепость. Пока на обвиняемого в зале надевали наручники, на улице ликовала толпа. Вечером на митинг к зданию местной администрации вышли десятки человек. Они требуют дальнейшей реформы полиции. Окончательный приговор Шовину вынесут через два месяца. Это время он проведет в тюрьме. В семье погибшего после приговора даже позвонил президент Байден. Этот поступок политика одобрили далеко не все в США. Напомню, гибель афроамериканца привела к многочисленным протестам. По примеру США, антироссийские протесты прошли и в других странах. Восстановительные работы продолжаются на месте повреждения трубопровода в одном из густонаселенных районов Минска. Идет промывка систем. Пить воду из-под крана не рекомендуют. Ее качество может временно ухудшиться. В пострадавшие районы отправили автоцистерны с водой мировременная. Сейчас городские службы пытаются поскорее вернуть водоснабжение в нормальное русло. В настоящее время водоснабжение потребителей восстановлено. Мониторится качество оказываемой услуги. В случае выявления каких-то несоответствий принимаются оперативные меры. Выполняются регламентные работы для обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения потребителей. Вовреждение произошло в районе строительных работ сразу за торговым центром на улице Убаревича. Стало ли это причиной ЧП, сейчас выясняют. Зацепил и газопровод. В воздухе какое-то время ощущался специфический запах. Напомним, крупная авария оставила без воды более 1600 домов сразу в трех столичных районах. В Заводском, Ленинском и Октябрьском. Место ЧП, откровенно говоря, больше напоминало стихийное бедствие. Вода хлынула на тротуары и дороги. И пока автомобилисты дрейфовали, а пешеходы развлекались, аварийные службы спасали людей от наводнения. Водоснабжение восстановили еще ночью. Но сейчас необходимо добиться качества питьевой воды. Мощный взрыв произошел у люксового отеля в Пакистане. Не менее четырех человек погибли, еще 12 ранены. В отеле взорвалась машина, уточнили в полиции. Запись опубликована в соцсетях. На кадрах видно, что на парковке бушует пожар. Главной целью террористов был китайский посол, утверждают информационные источники. Но во время атаки он находился в другом месте. Местные талибы уже признали, что теракт устроил смертник. Боевики хотят независимости от Пакистана и выступают против крупных инфраструктурных проектов Китая в регионе. Скандал в Украине. Власти Львова приняли решение снести монумент славы советским воинам. Рядом похоронено более трех тысяч солдат. Городские власти считают, что памятник в аварийном состоянии. До этого националисты раскалывали плиты, сбивали надписи на мемориале, обливали его краской. Теперь барельефы монумента славы советской армии собираются отправить в музей под названием «Территория террора». В Беларуси память героев чтят. Годы войны глазами журналистов-партизан можно увидеть в столице на временной экспозиции к столетию газеты «Червоная змена». Она открылась в музее «История Великой Отечественной войны». Партизаны ласково называли ее «Червонка». Летопись жизни белорусской молодежи составили 23 оригинальных номера за 43-44 годы, а также печатное приспособление тех лет. Подпольная редакция находилась в Любанском районе, среди болот, куда было сложно пробраться даже самим местным. Авторами были они же – обычные партизаны, ну а также прославленные сегодня поэты и писатели. Листы с рассказами они высылали через связных. Как означали сами ее читачи, была потребна у той же ступени, як, например, «Зброя» и «Тол». Потому что газету «Червоную змену» вельми чекали у разных кутках оккупированной Беларуси. И тому, как доставить, например, у Пинское партизанское излучение, требовало переодолить шляху 150 км. И это были отважные люди, которые про зворожие гарнизоны доставляли газету. И так же они были вельми вынаходливые. Так, например, совязная партизанская отрада Лещэння перевозила червонную змену в качанах капусты. А девчаты совязные, например, заплетали червонную змену у косы. И так доставляли газету, например, в оккупированной вёске. «Червоная змена», к сожалению, утратила статус самостоятельной газеты в 2002 году. Однако по сей день она — дополнение к газете «Звезда». В сети обсуждают яркое видео из Хабаровска. Огромные глыбы льда буквально выползли на городскую набережную. Ледоходу русло Амура показалось тесным. Не хватило места развернуться. Силу природы не остановило даже железобетонное ограждение. Свидетелями происшествия стали местные жители. Куски льда грозно надвигались на пешеходную дорожку и так остались там лежать. Пользователи интернета сравнивают ледоход с голливудским кинофильмом, который вполне мог называться «Лёд атакует». И хотя во время случившегося никто не пострадал, честно говоря, смотрится всё немного жутко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова